Детки есть у кого-нибудь в зале? Что-то не густо. Хорошо. А детки до трех лет? Вообще ни у кого нет. Значит, могу предположить, что у остальных деток нет. Хорошо, тогда моя лекция будет еще более правильной, потому что она как раз-таки и ориентирована на такую категорию молодых родителей, либо тех, которые, соответственно, собираются у нас стать родителями. Почему? Потому что у нас есть вот такая циферка. Один процент – это много или мало? Вот правильный вопрос. Смотря чего. Если это процент по ипотеке, это вообще замечательный абсолютно процент. А если это процент заболеваемости, как вы думаете, один из ста – это много или мало? Много. Вы абсолютно верно думаете. Давайте мы сейчас немножечко с вами перейдем к циферкам. У нас вот эта циферка – один процент – это, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, количество детишек с аутизмом в нашей стране. Один из ста. В принципе, если мы с вами посмотрим на более живых примерах, класс у нас сколько умещает детей? Ну, по сампинам где-то до 25. Значит, один ребенок из четырех классов школы у нас страдает расстройством аутистического спектра. А если мы с вами посмотрим на еще более абсолютные цифры, то в России у нас 27 миллионов детского населения. И это 270 тысяч. Но это на самом деле еще не самая страшная цифра. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, это США. Данные, те, которые в последнем столбце, это апрель 2018 года. Один из 59. В принципе, ну, если мы с вами переведем на классы, это уже один из двух классов, ну, тут как бы все очевидно. Но самая пугающая здесь не последняя цифра, а самая пугающая сам график, что эта заболеваемость, она растет, и с каждым годом становится все больше, больше, больше и больше таких детей. В принципе, абсолютно резонный вопрос, почему есть очень много разных по данному поводу теорий, да. Кто-то говорит о том, что действительно это эпидемия, кто-то говорит о том, что это вопрос статистик. Кто-то говорит о том, что это изменение критериев, по которым мы определяем, либо не определяем аутизм, да. Но если мы с вами пойдем к таким уже, так скажем, информации с полей, я вот вам могу привести такой пример. Совсем недавно я читал цикл семинаров для врачей-педиатров Москвы, городских поликлиник. То есть это те самые детские доктора, которые приходят, либо будут приходить к вашим будущим детям. И, соответственно, когда я им показываю этот слайд, и спрашиваю, вот скажите мне все-таки, коллеги, это действительно такая вот ситуация у нас плачевная, либо это все-таки статистика, критерии и так далее. Они говорят, нет, такого никогда не было. Не было никогда такого, чтобы дети не разговаривали, чтобы дети не вступали в социальное взаимодействие. То есть это действительно реальные цифры. Но это с их слов, безусловно, со слов педиатров. Хочу вам сказать то, что аутизм, ну это такое понятие очень широкое, в принципе, оно включает в себя расстройство аутистического спектра. По международной классификации болезней этих расстройств аж 8 штук. Но мы не будем сейчас вдаваться в эти подробности, это, в принципе, абсолютно ни к чему. Назовем это все аутизмом, и сейчас с вами посмотрим и постараемся его определить как можно раньше. Для чего нам это надо? Нам нужно определять аутизм как можно раньше для того, чтобы включать детишек в программу коррекции. Тут даже столько помощи идет не медицинская, а психологопедагогическая. Хотя диагноз этот ставит врач, детский психиатр. И ставит он его в основе в свой пост в трех лет. Почему я спросил, есть ли детишки до трех лет, да? Потому что в три года там все очевидно, в три года ребеночек уже попадает в поле зрения врача-психиатра. Но для того, чтобы нам обеспечить лучшее качество жизни, для того, чтобы нам вытащить ребенка из кокона аутистического, его надо поймать, я другим словом не могу сказать, где-то в районе полутора-двух лет и включить в систему ранней помощи. Тогда в школе ребенок не будет практически отличаться от остальных детей. Да, будет немного странненький. Но все мы с особенностями. Но если мы это не сделаем, и если мы начинаем коррекцию уже в позднем возрасте, после четырех-пяти лет, в принципе, к семи годам, и тем более без коррекции, это все заканчивается ментальной инвалидностью. И уже эти дети, они становятся инвалидами детства. Итак, что же такое расстройство аутистического спектра, да? Он же аутизм. Ну, в данном случае мы с вами будем говорить о раннем детском аутизме. Это основная отряда симптомов. Вот они отражены сейчас на слайде. В маленьких окошках я указал некоторые кадры из фильмов. Вы можете их узнать. Потому что, в принципе, сейчас наши знания об этой проблеме, они в основе своей основываются на определенных фильмах и сериалах в последнее время. В принципе, как вы можете заметить, тут у нас есть персонажей из фильма «Меня зовут Хан». «Человек дождя», и посерединке у нас Бен Аффлека в образе аутиста, очень интересного, который абсолютно без эмоций крошит всех своих врагов, но абсолютно эмоционально реагирует, когда у него сходится дебет с кредитом. Понимаете? Что, в принципе, очень кинематографично, но не очень соответствует реальности. Итак, триада аутизма. Первое – это нарушение социального взаимодействия. Я специально в скобках обозначил, что нарушение социального взаимодействия идет не только со своими сверстниками, но и с родителями. Аутист – это не одинокий человек в плане такого, что одиночка, нелюдимый, необщительный. Нет, это совершенно другая история. Аутисты не взаимодействуют социально в каком плане. Последним пунктом у нас указано нарушение коммуникации. У них не развивается речь в детском возрасте, либо она имеет свои особенности. И второе – то, что относятся они вот так вот без социального взаимодействия не только к своему сверстнику, а к любому человеку, даже к родителям. Родители называют таких детей, ну, что я только не слышал. Инопланетянами называли. Что только не было, да. То есть, когда родитель не получает эмоционального контакта от своего ребенка, он уже начинает бить тревогу, но в силу определенных особенностей, так скажем, нашей культуры, мы любим подождать. И обычно мы ждем, заговорит, ничего, начнет смотреть в глаза, начнет реагировать, все будет хорошо, и теряем драгоценное время. Второе – это однотипно повторяющийся круг интересов. Мы будем об этом сейчас подробнее говорить ниже, но на примере фильма «Расплата» вот с Беном Мафликом, он там все усиленно выкладывал с точностью до миллиметра столовые приборы, следовал одним и тем же маршрутам, это все оттуда. И третий момент – это трудности в коммуникации. В большей степени, конечно, если мы говорим про маленьких-маленьких детишек, трудных, так скажем, детского возраста, то это, конечно, в большей степени проблемы с речью. Причем речь у них быть может, может быть, но она вполне себе особенная. Также плюс к этому – страхи. Страхи при аутизме бывают самые-самые разные. Их даже не могут классифицировать, приписать каким-то определенным фобиям, потому что дети могут бояться самых-самых-самых странных вещей. Боятся только мужчин, боятся только женщин, боятся только одетых в красное, одетых в черное, только собак в пятнышко. Я не знаю, предметы бытовые. Я уж не говорю про кабинет врача. Если у ребенка с аутизмом был отрицательный опыт взаимодействия с врачом, то, соответственно, его в этот кабинет в дальнейшем не затянешь. Поэтому, вот, к примеру, у нас мы принимаем без халатов, для того, чтобы, соответственно, наши доктора не символизировались у ребенка с аутизмом с классическим врачом. Второе – нарушение сна. Да, практически у каждого второго ребенка с аутизмом более чем в 50%. Трудности с засыпанием, трудности, частые ночные пробуждения, даже описаны такие кошмарные сновидения. В принципе, это целая группа, которой занимаются, соответственно, специалисты-психиатры вместе со специалистами-сомнологами. Расстройство приема пищи в 8 раз чаще, чем у обычных детей. Запоры, поносы, рефлюксы. И очень интересная тема, еще одна – это избирательность в еде. Едят детишки только красные некоторые, только белые, только тертые, только жидкие, только определенную марку детской кашки. Причем лет до 5-6. То есть избирательность в еде – это то, на что мы обязательно должны обратить внимание, когда смотрим на ребеночка, у которого подозреваем расстройство аутистического спектра. Раздражительность, агрессия, самоагрессия. Вот, знаете, очень важный пункт. Только сегодня весь интернет бурлил по поводу высказывания одного из профессоров о, соответственно, вот этом инциденте в Керчи, который был. Он сказал, что вот этот вот человек является типичным аутистом. Типичные аутисты, так скажем, ну, безусловно, мое мнение, как человек, который практически работает с данной группой, что это абсолютно не соответствует действительности. Второе. Агрессия, самоагрессия, раздражительность у аутистов связана только имеет защитную функцию. То есть, когда мы пытаемся нарушить их уклад, ритуалы, в таком случае они могут проявлять какую-либо агрессию, самоагрессию. Причем агрессия – это не говоря уж о том, что человек этот пойдет и, не дай бог, будет кого-то хладнокровно убивать. А агрессия эта заключается в том, что человек с аутизмом, ну, может оттолкнуть того человека, который мешает ему в выполнении его ритуалов и вернуться в дальнейшем к их выполнению. И все. Поэтому, к сожалению, такие стереотипы, которые сейчас складываются вокруг аутизма, они довольно-таки, так скажем, неправильны, безусловно, с одной стороны, и, наверное, во многом зависит от понимания людей, в том числе специалистов, этой проблемы. Так, сейчас мы с вами посмотрим, уже перейдем непосредственно к определению аутизма. Здесь вот такой у нас слайд интересный, да, все, безусловно, у нас идет еще до того, как появляется ребенок. Прежде чем непосредственно оценивать риски возникновения аутизма, мы должны посмотреть на семью, соответственно, этого ребеночка. Какие у нас есть факторы? Если папа старше мамы, то это, соответственно, повышает у нас риск развития аутизма у ребенка. Если в семье есть детишки с аутизмом, то есть если у нас один ребеночек в семье с аутизмом, и родители планируют беременность, они должны, в принципе, понимать, что, ну, по самым большим исследованиям, где-то на 18% они повышают риск развития аутизма у второго ребеночка, который еще в животе. Причем, если это девочка, то риск повышается еще больше. По последним данным, в районе 16,7% риск повышения аутизма, если старший ребенок девочка, и всего лишь 4%, если старший ребенок мальчик. Это все у нас идет в направлении генетики, генетики аутизма. В настоящий момент гена аутизма не выделен. Нету такого гена, который говорит, что да, эта точка в хромосоме отвечает за аутизм. Такого пока нет. Но выделено в районе 12 генетических синдромов, которые проявляются триадой аутизма. Расстройством именно триадой, то есть клинически проявляется аутизм. Ну, к ним относятся синдром лонковой хромосомы, синдром ангельмана, туберозный склероз. Я сейчас не буду нагружать вас этой информацией, она в принципе ни к чему. Значит, следующий момент – это зачатие. Какие вы знаете виды зачатия? ЭКО. Ну, как минимум, естественно, искусственно. Абсолютно верно. ЭКО относится у нас к вариантам искусственного зачатия, либо вспомогательных репродуктивных технологий. Значит, при естественном зачатии рисков развития не выявлено. Могу вас всех поздравить, да? При… если мы используем вспомогательные репродуктивные технологии, там немножко другая ситуация. Очень активно изучали этот вопрос в направлении ЭКО, но ничего не смогли доказать. То есть исследования были, но они не смогли доказать, что ЭКО так или иначе влияет на развитие аутизма. И немножечко другая ситуация с ЭКСИ. Значит, немножко сейчас сразу проявлю разницу. Расскажу о разнице. ЭКО. Берут, соответственно, яйцеклетку мамы, сперматозоиды самые шустрые папы, прокалывают, соответственно, оболочку яйцеклетки мамы и запускают туда сперматозоид. Таким образом происходит оплодотворение. Что такое ЭКСИ? Это вспомогательная репродуктивная технология, в которой в большей степени как раз-таки применяется при мужском факторе бесплодия. То есть собирают семенную жидкость папы, подводят ее к яйцеклетке и, ну как сказать, выплескивают ее туда, да? И какие-то сперматозоиды, соответственно, все-таки яйцеклетку это оплодотворяет. Вот при ЭКСИ риски развития аутизма есть, а при ЭКО они не доказаны. Но тут сразу же второй вопрос. Почему, соответственно, эти риски есть? Потому что у нас получается какая ситуация? Значит, у папы не все в порядке с репродуктивной способностью. И как раз-таки в наибольшей части случаев это возраст после 40 лет. Это к тому пункту, который стоит у нас над семьей справа, возраст родителей. Это во многом объясняет, почему, соответственно, данный пункт есть, почему возраст папы имеет такое большое значение. Беременность. Значит, во время беременности рисками... У меня какие-то цифры есть, которые сейчас, так скажем, уже проведены научные исследования, да? И есть соответствующие проценты в каких-то цифрах. Еще пока говорят, там больше-меньше. Назовем это так. То есть повышает, понижает риск развития аутизма. Итак, беременность. Особое внимание многоплодной беременности, то есть когда у нас там 2-3 ребеночка и больше, и недоношенной беременности. И та, и другая является риском развития. Потом еще особое внимание, конечно, к маме во время беременности, да? Если у нас у мамы, соответственно, есть определенные заболевания, например, эпилепсия, она принимает препараты вольпроевой кислоты, это повышает риск развития аутизма у ребенка. Либо если у мамы есть депрессия, и она принимает антидепрессанты, ну, в принципе, в большинстве случаев это самые распространенные селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Это такие доказанные факторы, которые повышают риск развития аутизма у ребенка. Что касается депрессии мамы, тут еще нет одного пункта, но я его сейчас вам скажу на словах. В принципе, конечно, у меня была такая идея попросить сюда пару выйти и показать немножечко на примерах, но я боюсь, трансляции нам этого не позволят, поэтому, если будет интересно, мы по завершении лекции, я вам покажу, соответственно, где у нас располагаются С-тактильные рецепторы. Очень интересные эксперименты. Смотрите, вся эта история с С-тактильной чувствительностью берет свое, начинается еще в 1945 году, прямо после войны, когда стали обращать внимание, что детишки погибших родителей, которые попали в детский дом, в дом малютки, что как-то странно, у них парадоксально повышается даже смертность. Просто детишки погибали. Стали смотреть, искать причины, сравнивать, почему же так происходит, почему детишки в домах малютки, где хороший санэпид режим, где, соответственно, ну, все нормально, все хорошо, почему они погибают, а, к примеру, для сравнения брали детишек из неблагополучных районов, где ужасный был санэпид режим, где был голод, но эти детишки были при маме, и они, соответственно, в этих районах младенческая смертность была гораздо ниже, чем в доме малютки, где они были все сыты и довольны. Тогда первый раз обратили внимание на то, что непосредственно контакт матери-ребенка, он очень важен. Стали проводить исследования на животных. Начали с червей, не поверите, стали, значит, выделять одного червячка и смотреть, как он растет, и червячков в стае, или, как сказать, в группе, ну, назовем это в клубке. И обратили внимание ученые, то, что один червячок развивается гораздо медленнее, чем если он находится в клубке. Он меньше по размерам, не такой, ну, не такой развитый, как другие. Это заинтересовало ученых, они стали смотреть дальше. Сейчас я дойду до человека, нам уже осталось немножко. Они стали смотреть дальше, изучать саранчу. И, значит, посмотрели, оказывается, одиночки саранча, они по размерам меньше, чем те, которые летают в стае. А если эту саранчу взять и начинать там поглаживать по лапкам в течение двух часов, то эта саранча проявляет определенную социальную тягу и очень-очень стремится в стаю попасть. Поехали дальше. Значит, стали изучать на крысах. Значит, обратили внимание, то, что те крысята, которых мама как следует вылизывает в достаточной степени, являются более устойчивыми, менее агрессивными и гораздо лучше удерживаются в своей крысячей стае, назовем это так, чем те, которых сразу же отнимали от матери, те, которые росли одни. И вот таким образом, где-то лет 30 назад, это в конце 80-х, начале 90-х, есть такой профессор, Фрэнсис Маглоун, вернее, он это сейчас сформулировал, уже в 2014 году в виде монографии, в то время он начал свою работу по изучению цитактильной чувствительности, и он, соответственно, выяснил, что есть новый вид рецепторов на коже, те, которые реагируют именно на прикосновения. Нежная, мягкая, со скоростью не более 3-5 см в секунду, которая является идеальной скоростью прикосновения. И эти прикосновения по определенным частям тела, соответственно, это спина и плечи, соответственно, дают определенную эмоциональную реакцию. То есть, если погладить себя по ладони, и если погладить себя так же нежно, или кто-то вас погладит, по плечам или спине, эмоциональная реакция будет разная. И как раз-таки профессор Маглоун утверждал о том, что от этих цитактильных рецепторов летит сигнал не в зону сенсорики, а в зону удовольствия. Ну, и, конечно же, он сделал предположение, что у детишек с аутизмом проблемы с этой системой. В настоящий момент это изучается. Косвенно это подтверждается определенными исследованиями детишек в детских домах, в домах малютки, где, соответственно, проводили им скрининговые тесты на аутизм, и выяснялось, что практически там до 50% детишек имеют в той или иной степени расстройство аутистического спектра. Поэтому это то направление, которое сейчас активно-активно изучается. Интересное направление. Я думаю, что по мере его изучения мы получим много-много ответов на вопросы. И еще один момент – это роды. Тот момент, который мы еще должны соответственно понять до рождения малыша – это роды. И в родах у нас, в принципе, факторов риска нет. Но мы должны, в принципе, обязательно смотреть и обращать внимание на длительность родов, безусловно, и гипоксию плода. Потому что на гипоксическом фоне аутизм возникает довольно-таки часто. Все ясно, что я говорю сейчас? Да. Ну, самые активные тут есть. Это прекрасно. Еще не все уснули. Хорошо. Ребеночек родился. Бой. Ребеночек родился. Все мы рады. Папа наперевес цветами и с шариками бежит в роддом. Маленький комочек от папы и мамы. Прекрасно, замечательно. Этот комочек растет, развивается. Вот здесь то, что я вам написал, кстати, еще хочу сказать. Вот вы сейчас фотографируете. Я хочу, чтобы вы понимали, это не такие критерии. Там, допустим, 3 из 10 – значит аутизм. Тут такого нет. Или 5 из 10. Это то, на что нужно обратить внимание. К 2-3 годам ребеночек должен улыбаться. Причем к 3-м годам, месяцам, безусловно. Причем к 3-м месяцам улыбка уже должна быть осознанна. То есть он видит родителей, начинает улыбаться у детишек с расстройствами аутистического спектра. Это бывает довольно-таки редко. Хотя аутизм, он очень многогранен. И даже есть такое выражение, что если вы видели одного человека с аутизмом, то вы видели только одного человека с аутизмом, для того, чтобы показать его разнообразие. Поэтому я еще раз повторюсь, то, что вы сейчас увидите, услышите, вы должны на это обратить внимание. У себя, у своих детей, у детей своих родственников, в принципе, не имеет значения. Но это не является какой-то арифметикой. Назовем это так, что сложили, 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 и получилось. Значит, ребеночек у нас не стал улыбаться в 2-3 месяца. Ну, в принципе, что с каждым бывает, все развиваются по-разному. Идем дальше. 4-5 месяцев. Когда появляются родители, ребеночек у нас что делает? 4-5 месяцев. Ну, есть у нас родители-то? Вот, ручками-ножками двигает, абсолютно верно. Гулит, улыбается, двигает ручками-ножками. Все это называется комплекс оживления. То есть, это уже такая первая эмоциональная реакция на приближение человека к ребенку. 4-5 месяцев. Тоже при расстройствах аутистического спектра нужно за этим смотреть. Очень многие родители отмечают, что этого не было. Очень многие родители называют своих детей самодостаточными. Вот это вот мне прямо всегда это запоминается, потому что постоянно, соответственно, родители лицо повторяют, говорят, лежал в колыбельке, к стенке повернется, в глаза не смотрит, играет с одной и той же игрушкой. А с учетом того, что у меня там еще двое старших, меня это вполне устраивает. Думаю, как и замечательно, у меня великолепный, спокойный ребенок. Ну, в 4-5 месяцев, опять-таки, говорить о чем-либо рано, поэтому мы идем дальше. 8-9 месяцев. К 8-9 месяцам ребеночек должен уже отслеживать своих родителей, смотреть им в глаза. Тут, конечно, очень интересная у нас получается ситуация. По одной из теорий, которая в настоящий момент прорабатывается, при аутизме страдает область угловой извилины. Область. Почему называю область, а не сама угловая извилина? Потому что при поражении самой угловой извилины там есть определенный синдром. Именно область. Ее еще до конца не определили. Но это точка, в которой сходятся все сенсорные пути от наших органов чувств. Слух, зрение, тактильное осязание, соответственно, обоняние. Все сенсорные пути сходятся в этой точке. Поэтому при ее поражении, при рождении ребенка есть такая теория, что он рождается в гиперсенсорной среде. Что значит гиперсенсорная среда? Ребенок находится в состоянии постоянного присутствия вот этих сенсорных стимулов. Слишком яркий свет, он не дифференцирует фронтальное и периферическое поле зрения. С точки зрения слуха он не дифференцирует основные звуки, и, ну так скажем, не основные побочные. Это неправильно будет их называть. Это так называемый эффект коктейльной вечеринки. То же самое со стороны чувствительности. То есть ребенок у нас рождается в гиперсенсорной среде и, безусловно, по мере развития его мозг начинает включать определенные механизмы, механизмы игнорирования. Поэтому одним из предположений нарушения глазного контакта является то предположение, что детишки с аутизмом не в достаточной степени используют центральное поле зрения. То есть они смотрят периферическим полем зрения. Периферическое поле зрения, это у нас, соответственно, от 60 градусов и туда. Поэтому, вот посмотрите сейчас на эту фотографию, да? А у нас глаз-то и не видно. Самое интересное, да, что попалось как раз-таки на это, на шов. Этого мальчика зовут Элайджи Арчибальд. Его папа фотограф Тимати Арчибальд, который, соответственно, заметил в районе 5 лет, что с его сыном что-то не так. Они стали обращаться к врачам, стали искать причину. Тогда же ему поставили диагноз аутизм. И поскольку папа был фотограф, ему нужно было понять все-таки, что же происходит с его сыном, и он стал его фотографировать. Фотографировать, фотографировать, фотографировать. И дошло до того, что он, соответственно, сделал целую серию фотографий, которые назвал их Алалия. Я расскажу, что это немножко попозже. И эта серия фотографий, в принципе, и сделала его знаменитым фотографом. Так вот, исходя из того, что я вам сейчас сказал, куда смотрит Элайджа? Еще предположение? Если это ребенок с аутизмом, куда он смотрит? Верно. Он смотрит на вас. В принципе, эта теория в настоящий момент, она только прорабатывается. В аутизме очень много, что неясно. Я вам хочу сказать сразу, поэтому я говорю, эта теория, это прорабатывается, потому что научных доказательств крайне мало. Исследования проводятся на очень маленьких выборках. И сказать, что это вот так и никак иначе, в настоящий момент наука не может. Поэтому эта теория, она косвенно подтверждается тем, что люди с высокофункциональным аутизмом, еще раньше это называлось синдром Аспергера, сейчас потихонечку это все из классификации Аспергера у нас удаляют, потому что выяснилось, что он там в 45-м году. Он был, вернее, даже еще во время войны довольно-таки активно помогал Германии и чуть ли не чистил арийскую нацию, поэтому потихонечку его сейчас из всех классификацию удаляют. Но при высокофункциональном аутизме это те люди с аутизмом, у которых, соответственно, есть речь и вполне себе развитый интеллект. Некоторые люди, опять-таки, с тем же синдромом Аспергера, о котором я говорил, могут читать тексты периферическим зрением. То есть периферическое зрение, вводится какой-либо листок бумаги, книга, все что угодно, и они ее начинают читать. Дома попробуйте, если получится, есть о чем нам с вами поговорить. Так, значит, это что касается зрительного контакта и 9-10 лет, месяцев, опять-таки, извиняюсь, отсутствия подражания в мимике и жестах. То есть когда мы все-таки подходим к ребеночку в 9-10 месяцев, начинаем с ним играть, начинаем ему что-то показывать, закрывать глазки и так далее, он подражает. У детишек с расстройством аутистического спектра это бывает довольно-таки редко. Все ясно, понятно. С годом разобрались, можем дальше идти. Точно? Ну, хорошо. Поехали дальше. Значит, и вот ребеночку год. В принципе, что может настораживать вообще около этого возраста? Это первое, это отсутствие реакции на свое имя. Зовем мы его, зовем. Маша, 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 Маша не реагирует никак. Потом второй момент, это, соответственно, речевая активность. Лепечет у нас детей, детишки с детства. Уже, в принципе, годику детишки должны говорить какие-то элементарные слова, типа мама, папа. И в дальнейшем уже речь их развивается далее. Об этом я сейчас расскажу чуть-чуть попозже. Но вот это вот отсутствие, полное отсутствие речевой активности даже лепетом может тоже нас насторожить. Когда ребенок не говорит и не реагирует на какие-то стимулы, о чем мы должны подумать? Слышит ли он абсолютно верно? То есть первое, что идет у нас в диагностическом поиске, это исключить проблемы со слухом, потому что у ребенка может не развиваться речь, он может не реагировать на какие-то имена, на имя, на любые речевые стимулы, потому что он их не слышит. В принципе, если посмотреть в популяции, проблемы со слухом находят где-то у, если я не ошибаюсь, у 0,06% детей. Если мы смотрим расстройство аутистического спектра, то проблемы со слухом у нас встречаются в 3,5%. То есть в энное количество раз больше. Именно глухота либо тугоухость. Но есть еще одна проблема, соответственно, которая бывает у детишек с расстройством аутистического спектра практически в 50% случаев. Это так называемый гиперакузи, аномально острый слух. Это все в копилочку теории о гиперсенсорном состоянии. Я вам просто привожу еще один фактор. То есть у таких детишек бывает аномально острый слух, очень, соответственно, громкие звуки, даже для нас они не громкие, и для них становится громко. Они очень часто закрывают ушки в общественном транспорте, в каких-то общественных местах. Сейчас у нас активно адаптируют пространство, так же, как есть программа «Доступная среда», где идет адаптация для инвалидов, колясочников с проблемами со зрением, со слухом. Сейчас есть такая же адаптация как раз-таки для людей с аутизмом. Делают так называемые сенсорные комнаты, либо комнаты сенсорной разгрузки. То есть, если у ребенка начинается подобное состояние, если он начинает капризничать, закрывать ручки, а в случае детей с аутизмом, капризы, это прямо самая настоящая истерика, если их поместить в комнату сенсорной изоляции, где нет звуков раздражающих, практически нет света, они успокаиваются. Комнаты сенсорной разгрузки. И коммуникативные жесты. В принципе, как можно отличить глухой ребенок или у него проблемы с расстройством аутистического спектра? Я вас бужу потихонечку. В принципе, коммуникативные жесты. Тут даже не дело в том, чтобы попросить показать. Они тянутся, тянутся к родителям, тянутся на ручки, проявляют коммуникацию в доступной им сфере. То есть в жестах. Так, это что касается года. Сейчас мы с вами переходим к очень важному моменту. Это полтора года. Вот даже вот сейчас я попытаюсь вспомнить, сколько у меня было примеров с первым пунктом, с откатом в полтора года. Значит, родители рассказывали, что все было хорошо. Ребенок мой был замечательным. Рос, развивался. Физическое развитие в соответствии с возрастом. Вовремя начал держать головку. Вовремя перевернулся. Вовремя сел. Вовремя встал. Вовремя пошел. Начал лепетать, когда надо. Лепет перешел в отдельные слога. Отдельные слога перешли в отдельные слова. И вот где-то между, в районе полутора лет все это прекратилось и начался регресс. Обычно это связано с какими-то, ну, в большинстве случаев, внешними факторами. И тут мы сейчас переходим к тому вопросу, который всех беспокоит. К вопросу прививок. Потому что очень много есть информации о том, что прививки вызывают аутизм. Тут, смотрите, ситуация не в самих прививках, а ситуация в реакции на них. То есть расстройство, откат, вот это даже не расстройство аутистического спектра, а самооткат, он происходит только после высокой температуры, как один из видов реакции на прививку. То есть температура в районе 39 градусов держится 2-3-4 дня, и вот потом отпускают все. Доктора-педиатры говорят, ну что поделаешь, тут это была реакция на прививку, и потом ребеночка потихонечку уходит речь, глазной контакт, игры, появляется избирательность везде, и все то, что соответствует аутистической триаде. Но сами прививки тут, в принципе, они ни при чем. Тут именно вопрос в реакции организма, в иммунном ответе. Привожу другой пример. В принципе, в этом же возрасте, в районе полутора лет, у меня, вот я даже не могу уже вспомнить, сколько было детей с родителями, безусловно, которые предъявляли другие факторы развития отката. Инфекционные заболевания, длительные, затяжные, вот не дальше, чем сегодня на приеме у меня была мама, которая рассказывала о том, что у нее ребенок болел в течение 40 дней. При этом, при всем при этом, это было в возрасте 1 год 3 месяца, и при всем при этом, неоднократно поднималась температура до 40 градусов. Вот такая тяжелая вирусная инфекция была. После этого у него начался откат. Ожог. Ожоги, вот у меня сейчас тоже в памяти один случай, когда, соответственно, на ребенка уронили что-то кипящее, у него был ожог 5% тела. Как определить 5% тела, кто знает? Абсолютно верно, поверхность ладони. Кто-то у нас сидит из медиков, значит. Поверхность ладони, абсолютно верно, вроде бы и небольшой ожог, но он был довольно-таки глубоким, где-то второй там степени, я думаю, вряд ли там дошло до обугливания. Скорее всего, он инфицировался, у ребенка было несколько дней температуры, откат. То есть это настолько нежный возраст, вот в этом полутора лет есть. В принципе, если мы посмотрим по нейробиологии, то как раз-таки к этому возрасту у нас формируются все стволовые структуры, начинают сформироваться структуры лимбические, которые как раз и отвечают за эмоции, эмоции, поведение и так далее и тому подобное. То есть вот этот вот откат, в принципе, ну, на моей памяти, где-то в районе 70-80% тех детишек, которые мне рассказывали, что у них развивался аутизм, где-то в полтора года у них был вот такой откат. Так, указательный жест. Ну, это самое любимое и интересное. В районе полутора лет детишки должны показывать то, чего они хотят. Причем показывать не ладонью, не раскрытыми пальцами, а именно пальчиком. И никак иначе. При всем при этом, что они должны показывать, чего они хотят, у детишек, у обычных, это может быть не только какие-то наши стандартные желания, но и какие-то удивительные эмоциональные моменты. Сейчас я не знаю, что мне привести пример. Значит, боже мой, там машинка на мониторе, машинка на мониторе, на маму, на машинку, на маму, на машинку, все, машинка на мониторе. Понимаете, он указал пальчиком, и он обязательно проконтролировал, смотрит ли его мама. Дети с аутизмом, если они даже и показывают пальчиком на что-либо, у них вот этого обратного зрительного контакта, смотрит ли их родитель на то, что они показывают, нет. Это такой диагностический признак, который внесен во все сейчас скрининговые методики. Ну, там, в принципе, она одна, скрининговая методика. Есть еще, в принципе, это им чат, да? И там одним из первых вопросов идет, смотрит ли ваш ребенок на вас, когда на что-либо показывает. Детишки с аутизмом могут использовать указательный жест. Они его используют только, во-первых, они его не используют в эмоционально значимых ситуациях, а во-вторых, они его используют только, когда им надо что-либо получить. Ну, тут я привел пример, еда, туалет и так далее. То есть, только для удовлетворения своих потребностей. Есть еще один такой момент. Ну, некоторые специалисты это называют рука взрослого, да? Довольно-таки специфическая вещь для расстройства аутистического спектра, когда дети не показывают ни своей рукой, берут руку своей мамы, либо папы и показывают то, что им надо. Вот два даже примера. Один пример показывали ребеночку картинки, на котором нарисованы там огурчики, помидорчики и прочие овощи. Мама его спрашивала, где здесь огурец, где здесь помидорчик. Он брал ее руку и показывал ее рукой. Причем мама говорила о том, что она прямо чувствует, как он ей водит. Ну, и другие примеры, это абсолютно бытовые, когда они берут своих родителей, ведут их на кухню, кладут руку на пакет с соком, и понятно, что ребенок хочет пить. Хорошо, понятно? Дальше идем? Вопросов пока нет, но мы их зададим потом. Два года. В принципе, у детей может быть речь. У детей с аутизмом может быть речь, но эта речь не является обращенной. Что такое обращенная речь? Вот я, как минимум, сейчас вам читаю лекцию, ну, обращаюсь я не обращаюсь, конечно, но я пытаюсь до вас что-либо донести. У детей с аутизмом речь не обращенная. То есть они не говорят, мама, дай мне, я не знаю, все что угодно попить. Они просто говорят, пить, либо вода. Поэтому отсутствие обращенной речи, в принципе, они говорить могут, но обращенная речь отсутствует. Следующий момент, это как раз-таки хололии. Это то, чем называется у нас целая серия фотографий Тимоти Арчибальда, да, и это как раз-таки то, такой довольно-таки интересный прогностический, диагностический момент, который мы можем увидеть у детей с аутизмом. А для того, чтобы он вам лучше запомнился, я вам расскажу прямо сейчас целую клиническую историю. Сидел я как-то на приеме и приходит ко мне мама с ребеночком. Ребеночку три с половиной годика. Девочка. А у меня там такая оборудованная игровая зона в кабинете. Там целая коробка с разными игрушками, ну и там, соответственно, мата лежит. И вот, значит, ребеночек проходит в эту зону, увидела она яркие игрушки, и начинает говорить там между игрушками на чистом английском языке. Ну, hello, how are you? Там игрушка ей отвечает, I am fine, и так далее, и тому подобное. Я смотрю, в принципе, на родителя. Мама мне говорит, не надо на меня смотреть. Муж у меня не американец, даже не англичанин. Значит, английский я дома громко не учу. Я не понимаю, откуда это у нее. Предположение. Правильно. Практический планшет. Значит, смотрите, вот этот вот момент с визуальной информацией, которую дети наши получают от, ну, назовем это гаджетами, вот, от всех наших гаджетов, если мы имеем какую-либо степень, ребеночек, вернее, имеет какую-либо степень расстройства аутистического спектра, во-первых, для него это жутко привлекательно, попробуйте вы у ребеночка этот гаджет отобрать, как и у любого другого. И второе, то, что если они там смотрят какое-то определенное действие мультфильма, у них это все, весь звуковой фон, который этот мультфильм сопровождает, ну, назовем это так, условно, записывается в голове. То есть, что произошло? Мама пришла с ребенком, ребенок увидел ящик с игрушками, скорее всего, увидел там какой-то похожий предмет на то, что он видел в мультфильме, а это, в принципе, сейчас неудивительно, все игрушки похожи на мультфильмы, и все мультфильмы похожи на игрушки, и у него включилось, так называемое, отсроченное хололье. То есть, то, что он услышал тогда в мультике, он воспроизвел вплоть до эмоциональной интонации. И хололей бывает двух видов. Во-первых, что это такое? Это автоматизированное повторение, и оно бывает двух видов. Оно бывает немедленное, ну, например, я не знаю, как дела? И вы мне отвечаете, как дела? И оно бывает отсроченное. Есть еще ситуационные хололи, это когда детишки применяют определенные, известные им, формулы в определенных ситуациях. То есть, это как бы необращенная речь, но, в принципе, таким образом они выкручиваются, назовем это так. И вот это было как раз-таки отсроченное хололье. Так, кто давал детишкам планшет? Хотя у нас тут не так много мам, скажем так. Ни у кого детишки по-английски еще не заговорили? Хорошо, неудачный пример. Значит, ладно, поехали дальше. Обращение к себе в третьем лице. Ну, тут сразу же надо понять, в принципе, тут вопрос дифференциальной диагностики. Почему ребенок обращается к себе в третьем лице? Как он обращается к себе в третьем лице? Считает ли он себя собой? Он, она, оно, либо котенок, пупи, маугли, и так далее, и тому подобное. То есть это такой признак, который не является основным для аутизма, но является, в принципе, одним из основных для многих других психических расстройств. Поехали дальше. Сейчас я вам еще расскажу о тех проявлениях, которые могут быть в любом, в принципе, возрасте, да, те, которые могут появляться и в полгода, и в год, и в два, и в три. И как раз таки вот стереотипные интересы ритуала с невозможностью переключения к ним относятся. Смотрите, если мы пойдем с вами по самым ранним ритуалам, самым ранним, вот то, что я могу вспомнить, это детишки, как только они садятся где-нибудь в полгода, начинают играть с водой. Им дают два стаканчика, вроде бы все весело и замечательно, но вот они эти стаканчики переливают, 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 10 минут переливают, 20 минут переливают, 30 минут переливают. Родители уже понимают, что как бы уже время-то обедать, уже хватит стаканчики переливать. Начинают как-то ребенка отвлекать, он не отвлекается, начинают как-то у ребенка уже терять терпение и отнимать эти стаканы, и тут мы получаем яркую эмоциональную реакцию. У ребенка истерика, и он не успокаивается до той поры, пока ему эти стаканчики драгоценные не вернут. Это вот и значит, соответственно, стереотипный интерес ритуалов, невозможность переключения, они не могут переключиться на другой вид деятельности. Если вы сделаете то же самое с обычным ребенком, отвлечете его яркой игрушкой, то он с удовольствием отвлечется и начнет там уплетать, есть и прочее, прочее, смотря то, что вам нужно. Более сложные ритуалы развиваются в дальнейшем. Значит, опять-таки, еще парочку из ранних, на которые надо обратить внимание, это детишки очень часто включают-выключают свет. Стоит все с выключателем, то же самое, 10, 20, 30, 40 минут, включает-выключает-включает-выключает. Хлопанье дверьми туда же. Это вот самые-самые-самые ранние такие признаки. Затем ритуалы усложняются. Начинаются редки. Вот тут как раз-таки фото, это продемонстрировано. Чего только не выкладывают в редки. Редки из машинок, редки из тапочек, из шампунек, из всего чего угодно. Абсолютно. И в дальнейшем эти ритуалы у нас усложняются с исследованием определенных маршрутов, но это уже в более, так скажем, старшем возрасте. И вот эти вот, кстати, ритуалы, они довольно-таки часто у нас показываются в кинематографе, да? Когда они идут одним и тем же маршрутом, одними и теми же шагами, это все туда. Значит, зачем они строят редки, как вы думаете? Я же должен задать хоть один вопрос, на который вы не сможете ответить. Я же могу пара, начать. Вы вообще кто? Абсолютно верно. Это структуризация внешнего пространства. Да? То есть, если у нас детишки находятся в состоянии такой, скажем, гиперсенсорной паники, вот этих постоянных стимулов, вечных, сенсорных, со всех-всех-всех направлений, им нужно как-то структуризировать пространство для того, чтобы, ну, как-то удержаться. Это защитная реакция головного мозга. Поэтому они начинают все ставить в редки. В принципе, в дальнейшем, вот эта концентрация на одном и том же действии, она, в принципе, довольно-таки полезна бывает у тех людей, которые являются высокофункциональными аутистами, в которых есть и речь, и интеллект, в их работе. Они очень хорошо справляются с однотипной монотонной работой. Так, следующий. Многократные повторения целенаправленных движений или стиминг. Ну, стиминг – это жаргонное выражение, сразу могу сказать. Придумано было, скорее всего, родителями. В принципе, что такое у нас многократные повторения целенаправленных движений? Это все возможные раскачивания. Довольно-таки часто бывает то, что называют педиатрами, трясут крылышками, да? То есть вот такие вот движения кистями рук. Вы это можете видеть, в принципе, это не характерный для аутизма признак. Вы это можете видеть, в принципе, и у обычного ребенка, когда он нервничает. Потому что это, по своей сути, является таким эквивалентом эмоционального состояния. Особенно у детей с задержкой речи. И вот, соответственно, ребеночек у нас к двум годам двум с половиной не заговорил, а эмоции ему как-то выразить надо. И он начинает что? Он начинает это показывать своим телом. Трясти ручками, выгибать спинку, когда он злится, радуется, тревожится. Но у детишек с аутизмом, в принципе, вот эти проявления, они, если у детей с задержкой речи, когда появляется речь, они уходят, то у детей с аутизмом они могут продолжаться. Мой самый старший ребенок, которого я смотрел, был 14 лет. Который знал все свои проблемы, был осознанно, учился. В общеобразовательной школе и он прям сидел и сдерживал при мне стимминг. Как только он вышел из кабинета, он протрет своими руками как надо, разрядился, соответственно, снял свое тревожное состояние. И мы уже с вами подходим к концу. Это 15-й флажок, я знаю, что вы их не считали, но это он. Это, соответственно, потеря любых речевых и социальных навыков в детском возрасте. Ну, тут вопрос, опять-таки, дифференциальной диагностики. В одних расстройствах аутистического спектра, как я говорил, 8 заболеваний. Одним из них является атипичный аутизм. Ну, в принципе, довольно-таки такая размытая формулировка, и можно ее относить к такому, ну, как, диагнозу помойки, грубо скажем, да? То есть, все, что непонятно, можно назвать атипичным. Не входит в триаду аутизма атипичный аутизм. Не подходит к пневмонии, атипичная пневмония. Очень удобный, на самом деле, диагноз, которым можно прикрыть все, что угодно. Так вот, по критериям НКВ-10, международной классификации болезни, в принципе, атипичный аутизм это расстройство аутистического спектра, которое появляется до трех лет. И, соответственно, у него выражено один или два из компонентов аутистической триады, более выражено. То есть, до трех лет ребенок развивается нормально, потом у него начинаются потери социальных, коммуникативных и прочих навыков. Поэтому, в принципе, вот этот пункт, он требует в любом случае обращения к врачу, как и любые те пункты, которые я вам перечислил. Это то, на что нам надо обратить внимание для того, чтобы не упустить самое дорогое и ценное. А в данном случае это время. Спасибо. Я не знаю, у нас есть время там на вопросы. Попробуем пообщаться через микрофон. У нас будет, я думаю, пять минут на то, чтобы, если есть какие-то вопросы, вы смогли их задать. Поднимайте руки, и я передам к вам. Вот вы говорили про то, что рассматривается одна из теорий, то, что аутизм связан с гиперсенсорным состоянием человека. Есть ли тут некоторое сходство с шизофреническими расстройствами личности? Спасибо за вопрос, во-первых. Во-вторых, я не слышал о такой теории, чтобы шизофрения была связана с гиперсенсорным состоянием. В принципе, мое мнение из того, что я видел в своей практике, что, наверное, мне стоит еще раз уточнить все-таки вопрос, да, что же вы все-таки имеете в виду. Потому что если мы сейчас будем уходить в сенсорику при шизофрении, я не смогу дать прямо полноценный правильный ответ на этот вопрос, потому что все-таки она проявляется немножко иначе. Ну, распад личности – это немножко, так скажем, иное в данном случае, да. Все-таки шизофрения, она у нас чем проявляется? Она у нас проявляется продуктивной негативной симптоматикой. Но мы можем сейчас, конечно, уйти прямо вообще в дебри по этому вопросу. Поэтому, в принципе, если вам интересно, давайте подойдите, мы сейчас поговорим. Тут такой момент, он очень тонкий, назовем это так. Так, еще вопросы? Передайте, пожалуйста. А вот скриминговый тест, о котором вы упоминали. Его может проводить только врач-психиатр? Смотрите, что касается МЧАТа. Это вообще очень доступная методика, она есть в интернете. Забиваете тест на аутизм, и в большинстве случаев вам выпадает МЧАТ. Это самоопросник родителей. То есть там задаются, условно говоря, задаются следующие вопросы. Смотрит ли на вас ваш ребенок, когда указывает куда-либо? Да, нет. И вот таких вот порядка 20 вопросов. Это может проводить любой, любой абсолютно специалист, не специалист, родитель. И результаты, они практически предоставляются сразу. То есть вы ответили, и сразу же увидели, сколько баллов, и там по баллам написано, группа риска, либо не группа риска. Спасибо. Пожалуйста. А вот у меня вопрос. А есть какой-нибудь перинатальный скрининг для выявления? Я понимаю, нет, вы сказали, нет гена аутизма, но есть какие-нибудь, может быть, методы диагностики, чтобы понять, в перинатальном периоде будет ли шанс... Ну, не шанс. Господи, нет, не шанс. Да, спасибо за вопрос. Я понял вопрос. Смотрите, какая ситуация. Гена аутизма не выявлен, как я и говорил, но выявлено порядка 12 генетических синдромов, которые проявляются триадой аутизма в дальнейшем. На эти 12 синдромов есть, соответственно, генетические анализы. Но так вот, чтобы взять амниотическую жидкость и сказать, будет, не будет аутизма, в настоящий момент такого нет. Давайте, наверное, последний вопрос, если есть. Спасибо большое за лекцию. Недавно читала, так сказать, научную статью, и я прочитала, что отказ от глютена может вы вылечить от аутизма. Это правда или нет? Значит, смотрите. Вы сейчас говорите про безглютенную и безказийную диету. Есть такой метод коррекции. Назовем это так. Сразу вам могу сказать. В настоящий момент он относится к недоказанным. То есть, сколько бы научных исследований с этим методом не проводили, доказать, что отказ от глютена и казеина приводит к уменьшению симптоматики, не удалось. И уж тем более, к из-за лечения аутизма. Не доказанный метод. Я, наверное, последний вопрос задам. Про теорию появления аутизма. У нас в трансляции задали этот вопрос про теорию дисфункции зеркальных нейронов. Что вы можете сказать? Значит, теория дисфункции зеркальных нейронов. Есть такая теория. В настоящий момент разработки в этом направлении ведутся. В том числе та теория, о которой я рассказал профессор Фрэнсиса Маглоуна. Она завязана, ну, в том числе, на взаимосвязи ци-тактильной чувствительности ци-тактильных нейронов с зеркальными нейронами головного мозга. Спасибо. Давайте поблагодарим. Спасибо. Спасибо.